Тем временем школьники вспоминают, каково это учиться недистанционно. Возвращение за партой было долгожданным, но ученические будни претерпели серьезные изменения. Как школам удалось обеспечить санитарную безопасность образовательного процесса и как обязательные требования выполняют учителя и их воспитанники, сегодня проинспектировали чиновники мэрии Великого Новгорода. Вместе с тем они убедились, бесплатное питание младшеклассников не только полноценное, но и вкусное. Подробности у Артема Забралина. Сегодня фактически первый настоящий учебный день после большого перерыва. Школьники возвратились к своим учителям, которых они не видели, увы, дольше, чем привычные три месяца летних каникул. И это заметно. Очень заслуженно попробовала все, и учителя, и родители, и дети. Мы очень счастливы, что мы наконец-то все вместе здесь. Но расслабляться не стоит. Вирус, изменивший жизнь всей планеты, никуда не делся. Группы детей распределены и приходят в школу в разное время и через разные двери. У каждой обустроен свой гардероб, в который не пустят без проверки температуры тело бесконтактным прибором. Кстати, как оказалось, некоторые родители относятся к современному прибору с подозрением, настаивая на том, чтобы их детей проверяли привычными ртутными термометрами. Но можно спросить любого врача, и он подтвердит, что это глупость. Зато дети ведут себя ответственно и, например, заходя в столовую, цели направленно следуют к раковинам. Еще бы, ведь о жизненной необходимости относиться к личной гигиене по-взрослому им напоминают очень часто. Ежедневно, и сегодня встречая у школы дежурный учитель, дежурный администратор, классный руководитель, мы всем напоминаем, как ручку показывать, почему эту часть, а не эту часть, здесь венки находятся. То есть все разъясняем. В столовой тоже свои новые порядки. Все сотрудники пищеблока работают в масках, а забот у них прибавилось в разы. Все ученики младших классов завтракают теперь бесплатно, а чиновники уже второй день пробуют их рацион на вкус. С 10-м утром пробу сняла вице-мэр Ирина Кармановская. Вкусно? Насколько вкусно по 10-ти балльной школе? 10 баллов. Тем временем в 14-й школе, где дети учатся в две смены, применили особые меры для обеспечения необходимых санитарных условий и купили специальные рециркуляторы. Он дает обеззараживание воздуха. Вы пока что один на несколько кабинетов используете? Ну да, по 2-3 кабинета, один рециркулятор. Вместе с санитарной новинкой приходится теперь мигрировать по кабинетам и учителям-предметникам. Кабинеты отныне закреплены не за ними, а за классами, как в младшей школе. Артем Забралин, Петр Самусов. Новости Новгородское областное телевидение.